Друзья, приветствую! Сегодня с вами будем разбирать песню Can't Help Falling In Love, известную в исполнении Элвиса Пресли. Также очень здорово ее исполняет Андреа Бачелли. Для начала я ее сыграю на гитаре разок, а потом мы с вами примемся ее разучивать нота за нотой, аккорд за аккордом. Приятного прослушивания и успешных репетиций! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, приступаем к видеоразбору песни Can't Help Falling In Love. Начинаем мы с того, что выставляем в левой руке аккорд до мажор. На второй струне на первом ладу зажимаем указательный палец, на четвертой струне на втором ладу зажимаем второй палец, и на пятой стороне на третьем ладу зажимаем третий палец безымянный. Теперь одновременно щипаем две струны, пятую и вторую. Далее по очереди, где щипаем четвертую, третью, четвертую. После этого освобождаем все струны и мизинцем зажимаем только третий лад на первой струне. Щипаем одновременно первую струну вместе с открытой шестой, открытую третью, вторую открытую и заново третью. После этого выставляем аккорд ля минор. На второй струне первый лад зажимаем указательным пальцем, на четвертой струне второй лад вторым пальцем, и на третьей струне второй лад третьим пальцем. Щипаем теперь одновременно пятую и вторую струны. Далее последовательно четвертую, третью, четвертую. Отдельно пятую, четвертую. На второй струне третий лад зажимаем мизинцем, открытую первую, выставляем аккорд фа мажор, барре на первом ладу на все шесть струн, указательным пальцем зажимаем все шесть струн. Второй палец мы добавляем на третью струну, на второй лад. Вот сюда. Щипаем одновременно шестую и первую струны. Далее последовательно третью, вторую, третью. Отпускаем все струны. На пятой струне третий лад зажимаем безымянным пальцем, на второй струне первый лад зажимаем указательным пальцем. Щипаем одновременно первую и пятую струны. Первую у нас, как видите, открытая, на пятой струне мы уже зажали безымянным пальцем. Щипнули первую, пятую, потом последовательно третью, вторую, третью. Далее. Безымянный палец перемещаем с пятой струны третьего лада на шестую струну третий лад, а на второй струне добавляем третий лад мизинцем. Щипаем одновременно вторую и шестую струны. Далее четвертую, третью, четвертую. Открытые струны последовательно щипнули мы. После этого шестую струну щипаем, она у нас зажата на третьем ладу. Пятую струну зажимаем на втором ладу. Щипаем пятую струну. Четвертую струну открытую щипаем. После того, как мы щипнули шестую, пятую, четвертую. И потом щипаем отдельно третью струну. Она у нас тоже открыта. Давайте вместе с вами эту всю строчку разочек пройдем с самого начала. После того, как мы закончили эту строчку, переключаемся на следующую строчку. Играем пятый такт. Для этого сразу можно заранее зажать аккорд фа мажор. Если вы не совсем еще дружите с приемом барре, можно указательным пальцем зажать только шестую струну на первом ладу. Заранее можно также зажать на третьем ладу пятую струну безымянным пальцем. На четвертой струне третий лад мизинцем. И средним пальцем третья струна, второй лад. Теперь одновременно щипаем третью струну и шестую. Далее последовательно пятую, четвертую, пятую. Освобождаем все пальцы. Третий палец перемещаем на шестую струну, на третий лад. Щипаем одновременно вторую струну, открытую и шестую. После этого открытые струны последовательно щипаем четвертую, третью, четвертую. Далее выставляем аккорд ля минор. На второй струне первый лад указательным пальцем. На четвертой струне второй лад средним пальцем. На третьей струне второй лад безымянным пальцем. Щипаем одновременно пятую и вторую струну. Далее последовательно четвертую, третью, четвертую. После этого на третьей струне, простите, на третьем ладу на второй струне мизинцем зажимаем. И открытую четвертую. Щипаем одновременно эти две струны. Один на первую струну и на первой струне первый лад. После этого безымянным пальцем зажимаем на шестой струне третий лад. И вместе с первой открытой струной щипаем две струны, первую и шестую. Открытую третью. На второй струне первый лад зажимаем, щипаем вторую струну. Открытую третью заново. Далее безымянный палец держим на месте и мизинец добавляем на третий лад второй струны. Щипаем одновременно шестую и вторую струны. После этого последовательно щипаем открытые четвёртую, третью, четвёртую струну и снова выставляем аккорд До мажор, такой же, как мы выставляли в самом начале. На второй струне первый лад указательным пальцем, на четвёртой струне второй лад средним пальцем и на пятой струне третий лад безымянным пальцем. Щипаем одновременно вторую и пятую струны. Далее последовательно четвертую, третью, четвертую После переносим безымянный палец с пятой струны на шестую струну Также на третий лад Щипаем отдельно шестую струну Потом четвертую, третью и четвертую Четвертая у нас уже была зажата на втором ладу, а третья была открыта После этого мы видим, что у нас значок Две точки, тонкая линия и жирная линия Это говорит о том, что нам нужно вернуться на начало композиции И заново сыграть всю эту часть Но мы давайте повторять первую строчку не будем А сыграем с пятого лада, где мы только что находились Когда начали разбирать эту строчку Выставляем или целиком фо-мажор Или если сложно зажимать бары, можно только шестую струну указательным пальцем зажать Играем сначала этой строчки Все, у нас первая часть закончилась Дальше мы переходим ко второй припевной части Одновременно щипаем открытую вторую и открытую шестую струны Открытую первую струну Далее безымянным пальцем зажимаем восьмой лад на второй струне Средним пальцем седьмой лад на первой струне И не отпуская второй палец Мы скользим по первой струне седьмого лада на пятый лад И добавляем еще указательным пальцем малая бары на четыре струны Зажимаем вот так вот на четвертом ладу Теперь щипаем одновременно первую струну и четвертую Далее продолжаем держать все пальцы И просто последовательно щипаем Третью, вторую, третью струны После этого мы этот рисунок один в один повторяем еще два раза Итого у нас получится, что мы три раза играем один и тот же рисунок Тот, который только что с вами сыграли Повторим этот рисунок еще раз Щипаем одновременно вторую и шестую струны открытые Открытая первая струна Далее по второй струне восьмой лад третьим пальцем Седьмой лад на первой струне вторым пальцем Скользим до пятого лада вторым пальцем И указательным пальцем первым зажимаем четыре струны на четвертом ладу Щипаем одновременно пятую и четвертую Затем последовательно третья, вторая, третья И потом этот такт у нас один в один повторяется После этого мы скользим вторым пальцем по первой струне с пятого лада на третий лад Щипаем одновременно первую и шестую струны Шестая у нас была открытая Далее открытую третью струну Снова первую струну Она у нас зажата на третьем ладу вторым пальцем Открытую вторую струну Пятую струну открытую Открытую первую Снова третий лад на первой И снова открытую первую Давайте медленно, не торопясь, сыграем с вами всю эту строчку Двигаемся дальше Играем следующий такт Следующую строчку Зажимаем на первой струне первый лад указательным пальцем На третьей струне второй лад средним пальцем Держим эти пальцы Одновременно щипаем первую и четвертую струны Третью струну Открытую вторую И снова третью струну Она у нас продолжает быть зажата вторым пальцем Далее убираем первые и вторые пальцы И добавляем только третий палец на третий лад шестой струны Щипаем отдельно шестую струну И затем последовательно открытые третью, вторую, третью. После этого зажимаем на второй струне первый лад указательным, а безымянный палец спускаем на этаж ниже, с шестой струны на пятую струну, также на третий лад. И на четвертой струне заранее можно добавить второй лад. Щипаем одновременно пятую и вторую струны, затем четвертую струну, она у нас зажата на четвертой струне и второй лад. Отдельно щипаем третью струну, снова щипаем четвертую струну. Заметили, что у нас похож рисунок, как в самом начале мы играли первый такт. Но двигаемся дальше для того, чтобы эту строчку до конца уже разобрать. Зажимаем на третьем ладу на первой струне третий лад и первую струну вместе с шестой щипаем. Потом открытую отдельно третью, открытую вторую, открытую третью. Выставляем аккорд ля минор, так же как у нас в самом начале было. Щипаем одновременно вторую струну на первом ладу, зажатую, плюс пятую струну, открытую. Далее последовательно четвертую, третью, четвертую, которые зажаты у нас на втором ладу, соответственно вторым и третьим пальцами. Отдельно пятую струну, четвертую струну, она у нас продолжает быть зажата. Далее третий лад на второй струне, мизинцы. Открытая первая струна. Барре на первом ладу, на все шесть струн, плюс второй палец на третьей струне, на второй лад. Одновременно щипаем первую и шестую струны, третью струну, вторую, третью. Отпускаем барре Зажимаем безымянный палец на пятой струне, третий лад На второй струне указательный палец на первый лад Щипаем одновременно пятую и первую струны Первая у нас открытая Дальше открытая третья Простите, третья открытая На второй струне первый лад И снова третья открытая Давайте эту строчку с вами еще разочек пройдем, не торопясь Перемещаемся дальше И несмотря на то, что у нас был похожий такт И дальше будут некоторые такты повторяться Мы давайте с вами пройдемся по-быстрому Я думаю, все равно вам будет уже сейчас легче Плюс еще повторение, мать учения Зажимаем на шестой струне третий лад На вторую струне тоже третий лад Соответственно безымянным и мизинцем Щипаем одновременно шестую со второй струной Открытую четвертую Третью, четвертую, шестую Пятую струну на втором ладу зажимаем Открытую четвертую И третью струну открытую Далее или полностью выставляем аккорд фа мажор С применением приема барре Или только шестую струну зажимаем Одновременно щипаем третью струну вместе с шестой Далее пятую на третьем ладу зажатую Четвертую на третьем ладу зажатую Снова пятую Освобождаем все пальцы Зажимаем только третий лад на шестой струне Вместе с открытой второй щипаем шестую Открытые четвертые, третья, четвертые Аккорд ля минор выставляем Щипаем одновременно вторую струну на первом ладу зажатую Плюс пятую открытую Далее последовательно на втором ладу зажатые Четвертые, третья и четвертые У нас струны звучат После этого открытая четвертая струна Вместе со второй струной зажатой на третьем ладу Открытая первая струна Первый лад на первой струне Безымянным пальцем зажимаем третий лад на шестой струне И вместе с открытой первой щипаем Открытую третью На второй струне первый лад Снова третья открытая Безымянный продолжаем держать И ставим мизинец на третий лад на второй струне Играем одновременно вторую вместе с шестой струной Открытые четвертые Третья четвертая Перемещаем безымянный палец С шестой струны на пятую на третий лад указательный на вторую струну, на первый лад. И заранее можно второй палец положить на второй лад четвертой струны. Щипаем одновременно две струны, вторую и пятую. Далее четвертую, третью, четвертую. Поднимаем безымянный палец на этаж выше, на третий лад шестой струны. Щипаем шестую струну, на пятой струне второй лад. Открытую четвертую, открытую третью. Снова или целиком полностью аккорд F, F мажор. Или только указательным пальцем на шестой струне. Плюс безымянный на третьем ладу на пятой струне, мизинец на третьем ладу на четвертой струне и средний палец на втором ладу на третьей струне. Одновременно щипаем шестую струну вместе с третьей. Последовательно пятая, четвертая, пятая. Вторая открытая струна плюс на шестой струне третий лад. Открытая четвертая, третья, четвертая. Аккорд для минор. Вторая струна на первом ладу плюс открытая пятая. Далее последовательно четвертая, третья, четвертая струны, зажатые на втором ладу Открытая четвертая вместе с третьим ладом на второй струне Открытая первая, первый лад на первой струне Открытая первая вместе с шестой, зажатой на третьем ладу Открытая третья струна, вторая струна на первом ладу Опять открытая третья Оставляем безымянный на месте, добавляем мизинец на третий лад на вторую струну щипаем одновременно шестую и вторую, далее открытые струны четвертая, третья, четвертая и выставляем аккорд до мажор, как был в самом начале у нас этот аккорд, на второй струне первый лад, на четвертой струне второй лад, на пятой струне третий лад, одновременно щипаем вторую струну вместе с пятой, затем последовательно четвертая, третья, четвертая, перемещаем безымянный на этаж выше, на третий лад шестой струны, щипаем шестую струну, далее четвертая, третья, четвертая, снова возвращаем безымянный палец на предыдущую позицию, третий лад пятой струны, щипаем пятую струну, снова четвертую, третью, четвертую, Поднимаем опять безымянный палец на этаж выше На третий лад шестой струны Щипаем шестую струну Далее снова четвертую, третью, четвертую И возвращаем безымянный палец на пятую сторону, на третий лад Щипаем и на этом у нас композиция заканчивается Как вы видите, ничего сложного Очень много повторяющихся тактов Но от этого красота мелодии не теряется Занимайтесь, желаю приятных репетиций А также любви, мира, здоровья и всего самого наилучшего Приятных занятий Не забывайте ставить лайк, если это видео вам понравилось Подписывайтесь на канал Жмите колокольчик И делитесь этим видео в социальных сетях До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok